В Самаре прошел патриотический концерт литературно-музыкального проекта «Едем на Донбасс». Председатель городской думы Алексей Дегтев и член общественного совета городской думы Михаил Чудаков выступили перед детьми, которые приехали отдыхать и оздоравливаться в 63-й регион из города Снежной Донецкой Народной Республики. Ребятам рассказали о работе волонтеров в тылу, о том, какой вклад может внести каждый житель России, чтобы помочь нашим бойцам в зоне боевого соприкосновения. В завершении вечера ребята написали письма со словами поддержки в адрес российских военнослужащих. В Самаре 23 августа по адресу Ленинская 142 откроют муниципальную сельскохозяйственную ярмарку. Работать она будет по пятницам, субботам и воскресеньям с 8 утра до 6 вечера. Горожанам на муниципальных ярмарках предлагают приобрести мясо, рыбу, молочные продукты, фрукты, овощи, сухофрукты, орехи и многое другое. Благодаря широкому выбору самарцы могут разнообразить свой рацион, пополнить запасы продуктов и открыть для себя новых производителей. В Самаре на улице Георгия Димитрова в границах улиц Молодежная и Демократическая специалисты обновляют дорожное покрытие. В список обязательных работ также вошли организация пешеходных переходов, установка новых бордюров и антивандальных люков-колодцев, обустройство тротуаров. Основные работы по обновлению дороги выполняют ночью, чтобы не мешать движению транспорта. Для избежания полного перекрытия объекта ремонт проводят по отдельным полосам. Согласно муниципальному контракту ремонт должны завершить до конца августа. Глава региона Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по вопросам контрактной военной службы. Участие в нем приняли члены областного правительства, главы городов и районов, представители правоохранительных и надзорных органов, а также военного комиссариата. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что сейчас важно сосредоточиться на вопросах по обеспечению отбора на контрактную службу и поддержке тех, кто защищает страну. Также на заседание приняли решение выделить 10 миллионов рублей на лекарства для участников СВО, подлежащих увольнению с военной службы на еще не уволенных. Напомним, в Самарской области единовременные выплаты при заключении контракта о прохождении военной службы составляет 1,205,000 рублей. Свыше 100 бойцов спецназа Центрального военного округа совершили прыжки с парашютом на полигоне в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе СВО. Перед прыжками военнослужащие прошли теоретическую и практическую подготовку, изучили устройство и укладку приспособлений. Меры безопасности. Десантирование проходило с вертолетами-8 на парашютах Д-10 и Арбалет-2. Занятия проводились в рамках программы боевой подготовки на специально оборудованной площадке аэродрома Приморский под Самарой. На территории Сызранского района Самарской области саперы обезвредили шесть артиллерийских снарядов различного калибра. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии. Боеприпасы нашли в лесополосе в состоянии сильной коррозии. Специалисты, соблюдая все меры предосторожности, уничтожили их на месте. Стало известно, почему россияне отказываются оставлять чаевые. 40% респондентов оставляют сотрудникам на чай из-за желания поблагодарить конкретного человека, а не компанию. 23% опрошенных в целом не хотят создавать прецедент, когда работникам обязательно нужно оставлять чаевые. Еще 20% откажутся, если курьер или официант попросит о поощрении напрямую. Чаще всего россияне дают чаевые официантам, барменам, таксистам, мастерам маникюра, стилистам, а также грузчикам и носильщикам. Более 40% опрошенных считают, что самый удобный способ оставить на чай – это специальная кнопка на сайте, в приложении или в личном кабинете.